Маленький желтый крючок, который видно из окна самолета, если сидеть рядом с крылом, поможет в случае аварийной посадки. Надувные трапы разворачивают только из дверей аварийного выхода в передней и хвостовой частях самолета. В середине пассажирам приходится выходить прямо на крыло и оттуда спускаться на землю. Но прыгать с крыла самолета небезопасно, потому что высота слишком большая. Вот тут и приходится, кстати, эти маленькие желтые крючки. Стюардессы привязывают веревки к дверям и к петлям, чтобы за них можно было держаться. Таким образом, каждый может безопасно спуститься на землю. Старайтесь лишний раз не пользоваться пледами в самолете. Многие авиакомпании стирают их только раз в месяц. Лучше использовать свое собственное дорожное одеяло, шарф или куртку. И не забывайте надевать обувь, когда ходите по самолету. Вряд ли покрытие на полу как следует чистят между рейсами. Самое грязное место в самолете – это не туалет, а ваш откидной столик. На нем 8 раз больше бактерий, чем на кнопке смыва унитаза. В чрезвычайной ситуации кислородных масок хватает только на 15 минут. К счастью, это как раз то время, которое требуется пилотам, чтобы найти подходящее место для посадки или, по крайней мере, снизиться до высоты, где кислородные маски больше не понадобятся. Как думаете, почему вас просят поднять спинку сидения и закрыть столик перед взлетом и посадкой? Это для вашей же безопасности. Откинутое сидение может помешать пассажиру позади вас встать со своего места. А это крайне важно в случае чрезвычайной ситуации. Как и опущенный столик, который помешает уже вам. Кроме того, столик не позволит занять безопасное положение в случае аварийной посадки, то есть согнуться в кресле и положить голову между коленями, прикрыв затылок руками. С опущенным столиком это нереально. Если внимательно осмотреть салон, то в средней части самолета можно заметить маленькие черные или красные треугольники. Они позволяют персоналу понять, где находятся крылья самолета, чтобы быстро найти нужное окно и оценить ситуацию снаружи. Нельзя опускать шторки на окнах во время взлета, руления или посадки по двум причинам. Во-первых, бортпроводники всегда должны иметь возможность посмотреть в окно и увидеть, что происходит снаружи. Во-вторых, если на борту самолета что-то случится, пока он находится на земле, например, вспыхнет пожар, с закрытыми окнами наземные экипажи не смогут увидеть это и оценить ситуацию. Крошечное отверстие в нижней части иллюминатора делается не для того, чтобы как следует вас напугать. Оно помогает уравнять давление изнутри и снаружи окна. Отверстие имеется только во втором слое стекла, а всего их три, что, кстати, тоже помогает обеспечивать безопасность. Даже если внешнее стекло разобьется, есть еще два, чтобы вас защитить. Обычно, когда бортпроводники идут по проходу, кажется, будто они просто прикасаются к верхним отсекам. На самом деле, они держатся за специальные поручни, которые проходят через весь салон. Вы тоже можете использовать этот лайфхак, чтобы тверже стоять на ногах в проходе. Пилоты приглушают свет в салоне в ночное время не для того, чтобы вам стало уютнее и захотелось спать. Глазам трудно привыкнуть к темноте в первые несколько минут после отключения света, а при чрезвычайной ситуации важна каждая секунда. Поэтому свет приглушают, чтобы все привыкли к темноте на случай, если что-то произойдет и придется действовать быстро. Взгляните на пол в проходе. Если аварийная посадка произойдет ночью, вдоль прохода будут гореть две иллюминесцентные полосы, указывающие путь к выходу из самолета. Кроме того, желательно подсчитать количество мест между вами и аварийным выходом, как только вы сядете. Это поможет сориентироваться, если никаких указателей не будет. Если в самолет ударит молния, пассажиры вряд ли это почувствуют. Самолет покрыт алюминиевым слоем, который защищает салон от электричества. Эту защиту тестируют с помощью симулятора молнии. Окна самолета круглые, чтобы давление воздуха распределялось равномерно. Если бы окна были квадратными, воздушные потоки скапливались бы в углах окон, угрожая разгерметизацией. А это нехорошо. Не думайте, что в туалете самолета можно делать все, что угодно. Дверь туалета открывается и снаружи. В верхней части двери есть небольшая защелка, которая позволяет бортпроводникам легко это сделать. Это полезно, чтобы добраться до тех, кто делает там что-то подозрительное или нуждается в помощи. Например, кто-то может потерять сознание в уборной. Крылья ночью мигают красными и зелеными огнями, чтобы обозначить направление, в котором летит самолет. Зеленый свет всегда горит на правом крыле, а красный — на левом. Авиационные шины рассчитаны, чтобы выдерживать в 4-5 раз большее давление, чем то, что они испытывают при посадке. Скорее может сломаться колесо, чем лопнет шина. Пилоты всегда едят разную еду. Это необходимо для снижения риска пищевого отравления. Полет пройдет нормально, если только один из пилотов свалится из-за несвежего бурита. Но не оба. И лучше, чтобы они оба не ели рыбу. Некоторые авиакомпании не разрешают пилотам носить бороды. Волосы на лице могут помешать при надевании кислородной маски, а пилоты всегда должны быть в сознании. Сидения в самолетах обычно синие, потому что этот свет успокаивает. А еще его легче поддерживать в чистоте. Грохот, который слышно после посадки в самолет, — это загрузка багажа. Отсек находится прямо под салоном. Отсюда и такая слышимость. На рейсах, которые длятся более 7 или 8 часов, у пилотов обычно есть специально оборудованное кресло для отдыха в кабине или рядом с ней. У стюардесс тоже есть своя часть салона, и иногда она отделена от пассажирских зон. На некоторых крупных самолетах есть даже отдельные помещения для экипажа над или под главным салоном. Крылья большинства пассажирских самолетов находятся в нижней части корпуса. Это называется низким крылом. Если установить двигатель под низкими крыльями, он будет ближе к земле, и его будет легче ремонтировать. А в случае жесткой посадки крылья примут на себя часть удара. А если самолет падает в воду, крылья становятся спасительной подушкой. Самолет может оставаться на плаву от 10 минут до 60 часов. Все зависит от модели самолета, погоды и навыков пилота. Самолеты обычно белые, потому что этот цвет лучше всего отражает солнечные лучи. И корпус нагревается не так сильно. Кроме того, повреждения лучше всего видны на белом фоне, а еще белая краска дешевле. Плечевые ремни кажутся более надежными, чем просто поясной ремень, но не в самолетах. При турбулентности самолет подбрасывает воздух. Поясной ремень удобен в случае более сильной тряски. Для плечевых ремней требуется больше пространства между сидениями, а в самолете с этим проблема. В автомобиле удар обычно сильнее, поэтому там нужен именно плечевой ремень. На сидениях бортпроводников есть плечевые ремни. Это потому что они не такие удобные, как сидения пассажиров. Они более узкие и установлены так, чтобы персонал сидел лицом к пассажирам. Бортпроводникам нужна дополнительная защита, чтобы не падать с мест при сильной тряске. Кроме того, они должны помогать пассажирам и направлять их во время возможной эвакуации. А для этого они должны быть в отличной форме. Вы замечали, что вход в салон самолета находится с левой стороны? С этой стороны обычно сидит капитан, и ему легче выравнивать самолет с телетрапом. А с правой стороны в самолет заливают топливо и загружают багаж. Так что никто никому не мешает. Вы отстегиваете ремень безопасности, встаете и разминаете ноги после долгого полета. Вы направляетесь в туалет, чтобы освежиться, как вдруг оказываетесь в воздухе, а вокруг вас летает багаж. Такое чувство, будто наступил конец света. Вы находитесь на высоте 9000 метров, и дело явно идет к аварийной посадке. Прежде чем вы успеваете это осознать, все становится черным. В начале 2001 года огромный Boeing 747, на борту которого находилось более 400 человек, вылетел из токийского международного аэропорта Ханеда. Полет проходил как обычно, пока самолет не набрал высоту 11 тысяч метров и не вышел на крейсерскую скорость. Подавали еду, и пассажиры ходили по салону, как и во время любого другого полета. Чуть ранее, в тот же день, аналогичным образом начался рейс японской авиакомпании между Пусаном, Южной Кореей и Токио, Япония. Этот самолет был чуть меньше, и на его борту находилось около 250 человек. Он также вышел на крейсерскую скорость, примерно на отметке в 11 тысяч метров. Самолеты летели по траекториям, проложенным всего в 600 метрах друг от друга, и должны были встретиться над японским островом Хансю. Оба самолета уже находились недалеко от места пересечения курсов, когда пилот Boeing 747 заметил, что у него погас индикатор защиты от столкновения. Именно тогда он впервые понял, что что-то не так. Один из важнейших аспектов современных авиаперевозок – координация управления воздушным движением. Каждый рейс контролируется, и пилоты получают рекомендации на случай, если что-то пойдет не по плану. Весь смысл управления воздушным движением состоит в том, чтобы за счет организации полетов полностью исключить столкновение. Каждый современный самолет имеет систему предупреждения столкновения в воздухе, но до ее использования никогда не доходит. Когда загудели индикаторы защиты от столкновений, за радарами на диспетчерской вышке сидел 26-летний стажер Хидеки Хатитани. Ему было непросто одновременно наблюдать за более чем 10 самолетами, что неудивительно. У него еще даже не было разрешения на самостоятельную работу без супервайзера. Заметив потенциальное столкновение, он бросился предотвращать катастрофу. Он связался с рейсом из Пусана и велел экипажу срочно снижаться, чтобы создать больший зазор между самолетами. Однако в спешке Хатитани совершил ужасную ошибку. Он связался не с тем самолетом. Он хотел дать команду о снижении Боингу 747, но его инструкциям последовал пилот другого самолета. Он снизился с 12 тысяч метров до 11 тысяч, как раз на высоту, где летел огромный Боинг 747. Итак, теперь оба самолета неслись навстречу друг другу со скоростью 800 км в час, рискуя столкнуться. Хатитани начал паниковать. Когда он заметил, что рейс из Пусана не снизился, он быстро проинструктировал экипаж взять вправо. Пилот, конечно же, не выполнил эти инструкции, потому что они опять были посланы не тому самолету. По неизвестной причине указания повернуть направо не дошли ни до кого. Связь с управлением воздушным движением не работала, и пилоты не имели ни малейшего представления о грозящей им опасности. Увидев Хатитани, паникующего за пультом управления, супервайзер бросилась на его место и взяла ситуацию под контроль. Она тут же связалась с рейсом из Пусана и велела срочно набрать высоту. При этом она почему-то обратилась к экипажу рейса, который в тот день даже не выполнялся. Экипажи обоих самолетов ее проигнорировали, потому что не поняли, что сообщение предназначалось им. Пилот Буинга, по крайней мере, знал, что рядом находится другой самолет, но он доверял управлению воздушным движением. Если бы что-то пошло не так, кто-нибудь обязательно послал бы ему дополнительные инструкции. В тот момент катастрофа уже казалась неизбежной. Однако пассажиры обоих рейсов не ощущали ничего пугающего. Им подавали еду, они разминали ноги или, быть может, стояли в очереди в туалет, не подозревая о том, что им навстречу летит другой самолет. К счастью для всех 600 с лишним человек, которые находились в этих самолетах, один из пилотов обладал огромным опытом и хорошо владел собой в экстремальных ситуациях. Сквозь ветровое стекло он увидел то, чего никогда не должен видеть ни один пилот. Другой самолет, несущийся навстречу. С кошачьими рефлексами и выдающимся самообладанием пилот Буинга схватил штурвал и за считанные секунды до столкновения совершил экстренное снижение. В результате Боинг 747 пролетел прямо под другим самолетом. Представьте, что вы пилот, и перед собой вы видите землю, а не небо. Итак, оба самолета остались целыми и невредимыми, а этот пилот в тот день спас жизни более чем 600 человек. Это не значит, что никто из пассажиров не получил ни царапины. Люди не были готовы к инциденту, и мало кто из них был пристегнут. Они были бессильны. Изменение направления подбросило их внутри самолета. Из-за резкого и внезапного маневра многие серьезно ушиблись о потолок. Все вещи и все непристегнутые люди были подброшены в воздух. Некоторые даже подумали, что самолет ударился о землю. Каким-то чудом серьезные ранения получили лишь 7 пассажиров и 2 члена экипажа. А остальные отделались незначительными травмами. Пилот развернул самолет обратно в Токио, чтобы как можно скорее оказать пострадавшим необходимую помощь. Благодаря оперативной работе медицинских бригад и, конечно же, невероятной реакции и мастерству пилота все уцелели. Каждый раз, покупая билет на самолет, вы подписываетесь под тем, что полетите по небу со скоростью до 800 км в час в хрупком металлическом корпусе. Вы будете сидеть между огромными и опасными двигателями на высоте 10 или 11 тысяч метров. Думаете, есть шансы выжить, если в самолете что-нибудь откажет? Аварийная посадка на Гудзон показывает, что опытные пилоты могут преодолеть даже непреодолимые трудности. 15 января 2009 года рейс 1549 вылетел из Нью-Йорка в Северную Каролину. Пилот Чесли Селленбергер сначала летал на реактивных самолетах, а в 1980-х перешел работать на пассажирские рейсы. Небо было ясным, и условия были благоприятными. Это был обычный рейс для всех 155 пассажиров на борту, пока всего через полторы минуты не случилось самое худшее. На высоте 900 метров самолет врезался в стаю канадских гусей. Весь самолет пострадал, но, что самое страшное, из-за столкновения полностью вышли из строя оба двигателя. Когда Селленбергер понял, что двигатели отказали, он связался с управлением воздушного движения. Ему дали команду лететь обратно в аэропорт, но это было невозможно. Из-за отказавших двигателей и отсутствия свободной взлетно-посадочной полосы ему пришлось взять ситуацию в свои руки, чтобы спасти жизни всех, кто находился на борту. Без полного контроля над самолетом его нельзя было вывести на нормальную высоту. Он летел так низко, что пролетел над мостом Джорджа-Вашингтона на высоте 270 метров. Люди на мосту были шокированы, увидев самолет так близко, но они и представить себе не могли, насколько плохо обстояли дела на борту. Самолет снижался со скоростью 220 км в час. И пилот Селленбергер увидел перед собой реку Гудзо. Ему не оставалось ничего другого, кроме как садиться прямо на воду. Все в диспетчерской пришли в ужас, услышав об этом, но другого выхода не было. Посадка на взлетно-посадочную полосу – это одно. Но пилоты пассажирских самолетов не обучены приземляться на реку. Селленбергер должен был мыслить предельно ясно и четко планировать посадку. Он очень старался, чтобы хвост самолета коснулся воды в первую очередь, ведь посадка носом вряд ли бы оставила шансы на выживание. Удивительно, но самолет приземлился на воду и не развалился на части. Инерция постепенно уменьшалась, и, наконец, он стал двигаться по поверхности в медленном устойчивом темпе. Издалека казалось, что это корабль, который никуда не спешит. Впечатляюще быстро прибыл паром и подобрал всех пассажиров, которые стояли на крыльях и надувных трапах. При довольно жесткой посадке на Гудзон все получили незначительные травмы. Но главное, что все выжили. Капитан Саленбергер вошел в историю как один из самых выдающихся пилотов, спасших множество людей в, казалось бы, безнадежной ситуации. О его героизме даже сняли в фильм. Предполагаемое время полета сегодня составит три дня. Будущие пассажиры самого длинного в мире самолета Air Lander 10 не смогут быстро добраться до места назначения, но они точно сделают это стильно. Прозванный «Летающей задницей» за свой нестандартный экстерьер, этот самолет будет оснащен роскошными спальнями с ванными комнатами, баром на высоте и стеклянным полом с панорамным видом. Air Lander 10 даже не понадобится аэропорт. Он сможет взлетать и садиться с любой ровной поверхности, будь то земля, песок, вода или лед, используя пневматические полозья. Кроме того, он будет безопасен для окружающей среды, благодаря меньшему количеству выбросов и станет самым безопасным видом воздушного транспорта. Это чудо инженерной мысли длиной 90 метров, частично дирижабль, частично вертолет и частично самолет. Обычно летательные аппараты используют один из трех методов поддержания полета – плавучесть, вертикальную тягу или подъемную силу. Дирижабли в основном используют плавучесть, вертолет и вертикальную тягу, а самолет и подъемную силу. Но в нашем задействованы все три принципа. Вначале идет плавучесть. В Айрландер используется огромное количество гелия – вещества менее плотного, чем воздух. Он помогает взлетать таким летательным аппаратом, как дирижабли, точно так же, как поднимается наполненный гелием воздушный шар. А поскольку гелий сам по себе обладает плавучестью, наш герой может парить без особых усилий. Айрландер хранит гелий в нескольких отсеках для безопасности, а также имеет четыре двигателя мощностью 325 лошадиных сил и требует гораздо меньше энергии по сравнению с обычными самолетами. Такими как Boeing 787, что делает его более энергоэффективным. Но этот плавучий самолет ограничен в грузоподъемности – до 10 тонн. Его конструкторы могли бы просто сделать корпус больше, чтобы поместить в него больше гелия, но наш самолет и так самый громоздкий в мире, так что это было бы уже слишком. Чтобы решить эту сложность, Айрландер 10 оснащен двумя вертикальными двигателями, как на вертолета. Они направляют воздух вниз, поднимая самолет. Есть еще подъемная сила, которая играет решающую роль в аэродинамике полета. Чтобы получить подъемную силу, нужно, чтобы воздух проносился над крылом и вокруг него. Пусть у Айрландер и нет впечатляющих двигателей, как у большого реактивного лайнера, но его огромный корпус дает много пространства для воздуха, чтобы помочь самолету взлететь. Этот уникальный гибридный самолет уже совершил несколько успешных испытательных рейсов, так что можно считать его реальным. Это настраиваемый трансформер, который подойдет для пассажирских и грузовых перевозок, длительных полетов и научных целей. Некоторые из его конфигураций смогут находиться в полете до пяти дней безостановочно. Это может быть очень полезно для исследовательских миссий. Кроме того, конструкторы планируют построить еще более крупный Айрландер 50 с грузоподъемностью в 50 тонн. На заре авиации не было компьютерных симуляторов для проверки конструкции, поэтому устроились довольно сумасшедшие модели самолетов. Итальянский конструктор Джани Капрони хотел создать самолет, который смог бы с комфортом перевезти сотню пассажиров через Атлантику. Его детище Ка-60 имело девять крыльев, расположенных в три ряда по три, и восемь двигателей, которые обслуживались механиками в полете. По обеим сторонам длинной кабины располагались панорамные окна, через которые пассажиры, сидящие в два широких ряда, могли наслаждаться видом. У самолета был закругленный нос, встроенная полетная палуба и обтекаемый корпус гидросамолета. Как только конструкция была закончена, пилот проводил тестовые испытания на озере Маджоре для балансировки гидроплана. Затем, вероятно, на его пути оказалась лодка, или пилот слишком разогнался, и самолет взлетел, когда не должен был. Он разбился. К тому времени, когда Капро не прибыл на озеро, пилота спасли, но попытки вытащить обломки самолета только усугубили ситуацию. Так что его самолет так и не смог пересечь Атлантику. Французские инженеры пошли еще дальше и разработали самолет с корпусом, смоделированным по образу птицы, и назвали его «утка». Предполагалось, что в передней части его корпуса должен был располагаться паровой двигатель, приводящий в движение один тракторный пропеллер. Пилоты шасси должны были крепиться тросами и рамой под корпусом. Этот странно выглядящий самолет имел официальное название «Воук Ви-173», но все запомнили его как «летающий блин» из-за его формы, напоминающей тарелку. Такая конструкция должна была дать возможность приземляться и взлетать в труднодоступных местах, где обычные самолеты не помещаются. Прототип оказался успешным благодаря низким скоростям взлета и посадки, а дисковая форма помогала генерировать подъемную силу. Инженеры получили финансирование на улучшенную версию, но она имела недостатки. Когда они были исправлены, потребность в этом причудливом самолете отпала. Немецкий авиационный инженер Александр Липиш придумал «Аэродайн». Этот летательный аппарат выглядел как задняя часть самолета, разрезанная пополам, но мог летать сам по себе. Он считался самолетом вертикального взлета и посадки той же группы, что и вертолеты. Он объединял подъемную силу и тягу, используя единый блок и канал потока как канальный вентилятор. Закрылки на конце вентилятора отводили выходящий воздух. Первый полет «Дорнир Аэродайн» состоялся в 1972 году. Несмотря на успех, власти вскоре потеряли к нему интерес. Беременная гуппи, также известная как «Франкенпланк», потому что устройство было сделано из частей других самолетов, помогла НАСА на пути к Луне. Еще в 1960-х годах у агентства возникла проблема с доставкой ракет с западного побережья на мыс Канаверал во Флориде. Перевозка по воде через Панамский канал занимала от двух до трех недель, а хрупкие детали доставлялись с вмятинами и коррозией. И тогда Джон Конрой придумал решение. У его друга были Боинги, которые он купил, но не нашел им применения. Конрой решил модифицировать самолеты, добавив к фюзеляжу более просторный грузовой отсек. Он не получил финансирования от НАСА, но не сдался и заложил свой дом, продал машину и вложил все свои сбережения в проект, чтобы доказать, что он сработает. Он удолжил топливо, чтобы перевести прототип в Алабаму. Самолет летал отлично и произвел на всех впечатление. Супер Гуппи, как его стали называть, успешно перевозил ступени ракет для программы НАСА Gemini. Конрой построил в общей сложности 25 модификаций своего самолета для перевозки еще более крупного и тяжелого оборудования. Эджли Оптика EA-7 может показаться забавным футуристическим самолетом с трекозой, но он был разработан в середине 70-х годов прошлого века для наблюдения и осмотра достопримечательностей на малой скорости. У него есть вертолетная кабина, установленная перед двигателем с вентилятором и впечатляющий обзор в 270 градусов. Большой канальный вентилятор самолета работал бесшумно как внутри, так и снаружи кабины. В 21 веке интерес к нему возродился. Он отлично подошел бы для пограничного патрулирования, охраны дикой природы и борьбы с пожарами. Но из-за недостатка финансирования в мире осталось только 5 из 22 построенных самолетов, пригодных для полетов. Видели когда-нибудь самолет с двумя фюзеляжами разного размера? Rutan Model 2.02 Boomerang. Многомоторный самолет, построенный таким образом, чтобы свести к минимуму риск отказа двигателя. Даже если один из его двигателей выйдет из строя, Boomerang останется в воздухе благодаря инновационной конструкции, управляемой асимметричной тягой. Такая конструкция делает Boomerang быстрее и эффективнее. Этот самолет никогда не предназначался для коммерческого использования, а являлся частным самолетом для пяти человек. То, что Short Skyven был построен для практических целей, и о его эстетике мало кто думал, можно понять при одном взгляде на него. Именно поэтому этот самолет общего назначения получил такие прозвища, как «Летающий ящик для обуви» и «Сарай». Несмотря на все насмешки, Skyven хорошо служил долгие годы. Он существует с момента своего первого полета в 1960-х и по сей день перевозит грузы и пассажиров. Он вмещает 19 человек и имеет большую заднюю дверь, как у фургона, для погрузки и выгрузки грузов. Именно поэтому он идеально подходит для полетов на короткие расстояния и таких мероприятий, как прыжки с парашютом. А вот это уже кое-что страшное. Вы парите в воздухе на высоте 9 тысяч метров. Пугает? Хорошо, давайте я объясню лучше. Высота та же, но вы находитесь внутри самолета. Ваш полет был очень долгим, и теперь спустя 6 стаканов воды вы чувствуете желание посетить туалет. Ого, очередь такая длинная! Внезапно в голове возникает довольно странная мысль. Каждый из этих людей собирается спустить воду в туалете после того, как воспользуется им. Но как самолет может перевозить столько воды? И куда уходят все эти отходы? Конечно, их не выбрасывают в полете в заранее выбранных городах по пути следования. Не разбрызгивают по земле и... ладно, хватит. Секрет раскрыл один пилот. Все отходы проходят по специальным трубам в заднюю часть самолета. Там они хранятся в герметичных отсеках. Когда самолет прибывает в пункт назначения, наземная команда удаляет все эти отходы. Во время дальнего перелета туалетами могут пользоваться более тысячи раз, в результате чего образуется до 1200 литров отходов. Теперь о воде. Вы когда-нибудь видели в самолете унитаз, наполненный водой? Нет. Это потому, что в самолете вы пользуетесь вакуумным туалетом. Это необычный домашний унитаз, наполненный водой. Когда вы спускаете воду в нем, сифон спускает воду в бачок, а гравитация уносит ее дальше в канализацию. Но такой подход не сработает на борту самолета, ведь он движется. Вода будет выплескиваться на протяжении всего полета, особенно когда самолет пролетает через зону турбулентности. Но если воды нет, вы не можете использовать гравитацию или сифон для порожнения унитаза. Вместо этого в канализационном трубопроводе при смыве открывается клапан, и вакуум вытягивает отходы из чаши в специальный резервуар. А поскольку всю работу делает вакуум, вода, или скорее ярко-синяя дезинфицирующая жидкость, которую используют в самолетах, почти не нужна. Поэтому для одного смыва такой системе требуется всего 2 литра жидкости или даже меньше. Для сравнения, водосберегающий унитаз использует 6 литров, а обычный требует 20 литров жидкости. Хорошо, мы выяснили, как самолеты справляются с отходами, скапливающимися во время полета. Но давайте представим себе другую ситуацию – треснувшее лобовое стекло кабины пилота. Дело в том, что такое лобовое стекло состоит из двух стекол с толстым слоем пластика для обогрева между ними. Любой из этих стекол может выдержать полное давление, если что-то случится с другим. Таким образом, даже если лобовое стекло треснет, самолет останется в безопасности. Такое случается крайне редко, но если и происходит, пилоты обычно снижаются, чтобы уменьшить давление на лобовое стекло. И если необходимо, меняют маршрут. Итак, давайте поговорим о том, что делать, если в кабине самолета появилась опасная змея. Вы можете сказать, что я все это выдумал или видел в фильме с Сэмюэлем Лероем Джексоном, но это была реальная ситуация. Южно-африканский пилот поднимал небольшой самолет с четырьмя пассажирами на высоту 3000 метров, когда заметил нечто, что, скажем так, никак не должно было находиться внутри. Кобру, ползущую под его сидением. Секунду он просто смотрел на рептилию. Затем, не желая вызывать панику, пилот очень спокойно рассказал своим спутникам о безбилетном пассажире. Самолету пришлось совершить экстренную посадку. В данном случае пилот решил быть честным со своими пассажирами, но иногда пилоты предпочитают заменять слова, которые могут заставить некоторых людей нервничать. Например, турбулентность. Другими, гораздо более невинными выражениями. Если вы хотите быть в курсе, обратите внимание на следующие признаки. Если пилот говорит членам экипажа «занять места», значит впереди неровная дорога. Еще одно выражение, которого следует остерегаться – «мы летим через воздушную яму». Это «воздушная яма» – просто другое слово для обозначения ветра, толкающего ваш самолет с разных сторон. Но вот в чем дело. Термин «воздушная яма» вызывает гораздо меньше паники, чем турбулентность. А еще есть «зона непогоды». Эта фраза обычно означает сильный дождь или грозу недалеко от летящего самолета. Так что не удивляйтесь, если ваш капитан скажет «впереди область непогоды, мы будем ее облетать». И раз уж мы заговорили о загадочном языке, который используют пилоты, вот еще несколько примеров. Вы можете подслушать, как пилот говорит «Джордж управляет самолетом». И нет, он не имеет в виду своего коллегу. Так называется система автопилота-самолета. «Джордж запрограммирован следовать по определенному маршруту, учитывая погодные условия, турбулентность и высоту». Пилот обычно использует автопилот после набора крейсерской высоты или после более чем 10-ти часового полета. В это время они обязаны отдыхать. Иногда вы можете услышать, что в откидном кресле сидит пилот. Это нередкий случай, когда пилот, не находящийся на службе или другой член экипажа, занимает складное место, возвращаясь на базу. Инспекторы Федерального управления гражданской авиации также могут путешествовать на откидных сиденьях. Некоторые авиакомпании даже могут предлагать складные места пилотам, работающим в других компаниях. Кстати, в английском языке откидное кресло называется «jump seat», но никакие прыжки с него не выполняются. Если ваш первый рейс прибыл с опозданием, и вы в панике пытаетесь успеть на стыковочный рейс, вас называют «бегуном». Вы можете услышать, как члены экипажа или наземный персонал говорят «бегуны на подходе». Это означает, что вы ждете пересадочных пассажиров. К сожалению, если у рейса строго определенное время отправления, он может улететь без бегунов. Если вы слышите, как пилот произносит сигнал «пан-пан», это не очень хороший знак. Случилась какая-то неприятность. Пилоты используют этот термин в общении с авиадиспетчерами. Он означает, что в полете что-то пошло не так, и экипажу требуется немедленное внимание. Когда другие пилоты, использующие ту же радиочастоту, слышат этот сигнал, они прекращают все свои переговоры и позволяют пилоту донести свое сообщение. Пилоты в США могут использовать термины «три-файф-найнер» вместо определенных чисел. «Три» обозначает «три-файф-пять», а «найнер» используется вместо «девяти». Такое произношение помогает избежать недоразумений при радиообмене и путанице, вызванной похожим звучанием чисел. «Мы просто заканчиваем оформление документов!» Если вы слышите, как капитан произносит эту фразу, это не значит, что вас ждет задержка. Под завершением оформления документов обычно подразумевается пересмотр маршрута полета, проверка веса и баланса самолета или даже ожидание, пока наземный персонал подготовит бортовой журнал. «Последний заход» означает немного разные вещи для пилотов и бортпроводников. Бортпроводники говорят о том, что самолет приближается к финальной части снижения. Для пилотов «последний заход» означает, что самолет уже выровнен с взлетно-посадочной полосой, им не нужно выполнять маневры или дополнительные повороты. Если пилот говорит о «перегоне», он имеет в виду ситуацию, когда пустой самолет без пассажиров и груза на борту переправляют из одного места в другое. Для бортпроводников это время, когда они могут расслабиться. Перегоны могут происходить, когда у авиалайнера возникают технические проблемы и пилотам необходимо вернуть его на базу. Но даже если рейс полностью заполнен, экипажу все равно предоставляется возможность отдохнуть. В некоторых самолетах «Боинг» есть место, где члены экипажа могут отдохнуть во время смены. Дверь в это убежище выглядит как дверь любого другого шкафа. Но открыв ее, вы увидите узкую лестницу, ведущую в небольшую комнату с двумя кроватями, разделенными занавесками. Здесь также есть место, где персонал вешает свою униформу. Кстати, некоторые пилоты говорят, что им не нравится, когда люди аплодируют при посадке самолета. Они утверждают, что не делают ничего особенного, ведь это всего лишь их работа. Вы же не хлопаете почтальону, когда он доставляет вам почту? Задает риторический вопрос один из них. Вы также не должны давать пилотам чаевые, даже если очень хотите. Потому что это странно, как признаются некоторые из них. Пока чаевые – непривычное явление в летной индустрии. И хотя чаевые стюардессам становятся все более обычным делом, кто бы мог подумать, давать деньги пилотам все же не принято. Есть много способов сделать самолеты более безопасными. Например, у них могли бы быть катапультируемые сидения, чтобы можно было спасти каждого пассажира. Однако в реальности это гораздо сложнее, чем кажется. Если бы на борту были установлены катапультируемые кресла, полет проходил бы иначе. Каждый пассажир был бы пристегнут к креслу ремнями безопасности, чтобы не выпасть из него. Кроме того, на протяжении всего полета вам пришлось бы дышать через кислородную маску, потому что чрезвычайная ситуация может возникнуть в любой момент. Кроме того, катапультирование само по себе является большой нагрузкой на организм. Даже физически подготовленные пилоты и истребители все равно могут получить серьезные травмы. Для обычного человека этот процесс будет небезопасен, поэтому, как бы здорово это ни звучало, катапультируемые кресла не очень практичны и довольно опасны. Ладно, по крайней мере, для каждого пассажира могли бы подготовить парашют. Но и это было бы не очень полезно. Парашюты только, на первый взгляд, могут спасти много жизней. Во-первых, их присутствие на борту неэффективно. Они дорогие и тяжелые. Поэтому самолету придется сжигать больше топлива во время полета. Но все это стоило бы того, если бы парашюты могли реально повлиять на безопасность людей. Но они не могут. Коммерческие самолеты не спроектированы таким образом, чтобы было безопасно выпрыгивать из них, особенно с парой сотен человек на борту. Кроме того, пассажиры не обучены их использовать. Представьте, что произошла чрезвычайная ситуация. Самолет падает, а 200 человек впервые в жизни пытаются разобраться с парашютом. Это была бы полнейшая неразбериха. И, наконец, прыгать с большой высоты, на которой летают самолеты, небезопасно. Поэтому кислородные маски, спасательные жилеты и лодки – лучшее спасательное оборудование, которое есть в каждом самолете. Видели огромные двигатели под крыльями у самолета? Они совсем не выглядят безопасными. Птицы могут запросто в них попасть, и это действительно происходит. Разве нельзя хотя бы поставить решетку перед вращающимися частями, чтобы птицы туда не попадали? Оказывается, эти двигатели втягивают в себя огромное количество воздуха, и это очень важно для их нормальной работы. Чем больше воздуха проглатывается, тем больше его сжимается, смешивается с топливом и сжигается. А затем еще больше воздуха выталкивается с другой стороны, поддерживая самолет в движении. Затвор передней части двигателя станет барьером, значительно уменьшив приток воздуха, который необходим для нормальной работы двигателей. А это создаст угрозу для пассажиров. Но не стоит расстраиваться. Птицы летают гораздо ниже, чем самолеты. Поэтому они подвергаются опасности лишь в течение нескольких минут в начале полета, когда самолет набирает высоту, и в самом конце, когда самолет заходит на посадку. Поэтому очень немногие из них попадают в зону риска. А если и попадают, то это не угрожает ни двигателям, ни безопасности пассажиров. У самолетов не переключаются передачи скорости, как это делается в автомобилях. Поэтому технически они не могут двигаться назад. Причина в том, что самолетам не нужно двигаться назад. Они могут просто развернуться и двигаться в противоположном направлении, но лицом вперед. Единственный случай, когда им нужно двигаться назад, это когда им нужно добраться до ворот. А в такие вот моменты на помощь приходят тягачи. Это небольшие транспортные средства, которые могут подключаться к самолетам и перемещать их в нужном направлении. Обратите на них внимание, когда полетите в следующий раз. Но технические самолеты могут двигаться назад, если двигатели начинают толкать воздух вперед. Но это очень опасно для окружающих. Один из немногих случаев, когда они делают это, при посадке, чтобы помочь самолету замедлиться. Снаружи установлены камеры, которые позволяют пилотам лучше ориентироваться на рулежных дорожках. Они особенно полезны во время сложных маневров. Но знаете ли вы, что камеры есть и в салонах самолетов? Можете расслабиться, в туалетах камер нет. Но да, они есть в салоне и исключительные соображения безопасности. Стюардессы следят за ними, чтобы видеть то, что не видно с их собственных мест. Конечно, стюардессы могут все проверить, просто пройдя по салону, и именно так они и поступают большую часть времени. Поэтому камеры в основном используются во время взлета и посадки, когда все, включая бортпроводников, должны сидеть, поскольку это самые опасные моменты полета. Обратите внимание, что именно на этих этапах правила особенно строгие. Все электронные устройства должны быть выключены или переведены в авиарежим, а большие электронные устройства должны быть убраны подальше. Шторы на окнах должны быть подняты, а столы сложны. Сидения должны быть установлены в вертикальное положение, ремень безопасности пристегнут и так далее. Все это делается для безопасности и обеспечения быстрой эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Итак, давайте обсудим эти правила. Авиарежим на электронных устройствах важен для того, чтобы сигналы, которые они передают, не мешали работе электронных систем самолета, иначе они могут заблокировать радиочастоту, необходимую пилотам для получения инструкций. Помните щелкающий звук, который издает динамик перед тем, как ваш мобильный телефон принимает звонок, если два устройства находятся близко? Такой же звук могут слышать пилоты во время общения с авиадиспетчерами. Также очень важно убрать большие устройства, например, ноутбуки, потому что они могут вам помешать, если нужно будет быстро покинуть самолет в случае чрезвычайной ситуации. Все пути и проходы должны быть максимально свободны, поэтому все вещи нужно убрать, спинки кресел поднять, а столики сложить. Ничто не должно преграждать путь. И, наконец, жалюзи на окнах. Свет в самолете тоже выключается. Эти две вещи делаются для того, чтобы ваши глаза привыкли к естественному освещению снаружи самолета. Представьте себе, ночь, происходит какая-то чрезвычайная ситуация, и свет, который был оставлен включенным, внезапно выключается. Людям нужно эвакуироваться как можно быстрее, но их глаза еще не привыкли к темноте, и они ничего не видят. Это всех задержит. Если свет внутри погаснет заранее, люди привыкнут к темноте и смогут эвакуироваться быстрее. То же самое относится и к жалюзи на окнах. Днем они подняты, чтобы люди привыкли к свету снаружи и могли быстрее эвакуироваться. Другая причина заключается в том, что когда жалюзи подняты во время посадки, спасатели снаружи могут видеть, что происходит внутри самолета. Например, есть ли огонь или дым и где именно. Таким образом, они могут лучше спланировать процесс эвакуации. Кроме того, вы могли заметить черные треугольники, нарисованные над некоторыми окнами в самолете. Они обозначают места, с которых открывается лучший вид на крылья самолета. Это нужно для того, чтобы экипаж мог как можно быстрее найти это место, если в экстренной ситуации ему понадобится осмотреть двигатели, планки или закрылки. Этот маленький треугольник экономит экипажу самолета массу времени. Мы часто говорим о чрезвычайных ситуациях, но на самом деле они случаются не так уж часто. Ездить на машине опаснее, чем летать на самолете, а ведь большинство из нас садятся в машину каждый день. Тем не менее, страх перед полетами все еще существует, и к тому же люди могут быть суеверными. Во многих культурах число 13 считается несчастливым, поэтому авиакомпании, которые часто летают в эти страны, просто опускают 13-й ряд. Эта небольшая мера может избавить пассажиров, которые случайно оказались в 13-м ряду, от беспокойства. В других культурах, например, в Италии и Бразилии, несчастливое число 17, и в некоторых самолетах отсутствует как 13-й, так и 17-й ряды. В самолетах, которые летают в Китай, часто пропускают и 14-й ряд. Вы когда-нибудь смотрели голливудский фильм, в котором в корпусе самолета пробивают дыру, и все начинают паниковать? Во все стороны летят предметы, люди едва удерживаются на своих местах. В реальной жизни небольшое отверстие в корпусе самолета не вызовет столько проблем. Однако я хочу рассказать вам невероятную историю о пилоте, который сумел посадить самолет, у которого отсутствовала половина крыши. Вы можете в это поверить? Не забудьте пристегнуть ремень безопасности, потому что это будет сумасшедшая поездка. 28 апреля 1988 года самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Aloha Airlines, вылетел из международного аэропорта Хилу, направляясь в Гонолу. До этого полета самолет уже совершил три коротких рейса из Гонолулу-Хило, Мауи и Кауаи. В тот день все было спокойно. Погода была хорошей и безветренной, казалось, что все пройдет гладко. Капитаном рейса был Роберт Шорнстхайм, а вторым пилотом Мэдалин Томпкинс. Оба опытные летчики с тысячами часов налета на Boeing 737. Утром перед вылетом из Гонолулу Мэдалин провела обычную предполетную проверку и подтвердила, что все в порядке. В 11 утра они вылетели из Гонолулу и направились на Мауи, а затем к Хилу. Прилетев к Хилу, пилоты не выходили из кабины и не осматривали самолет снаружи. Это было необязательным условием. Так зачем было беспокоиться? В 13.25 самолет взлетел на последний этап кругового рейса. На борту находилось 95 человек. 89 пассажиров, 2 пилота, 3 стюардессы и диспетчер FAA, который сидел на месте наблюдателя в кабине. Самолет взлетел как обычно и без проблем набрал крейсерскую высоту 12 тысяч метров. Но затем в 40 километрах от Кахулу и все пошло наперекосяк. Пилоты услышали громкий свистящий звук, треск, а затем порыв ветра, который был настолько громким, что просто оглушал. Оказалось, что небольшая часть крыши с левой стороны оторвалась, что привело к взрывной декомпрессии самолета. И что еще хуже, разгерметизация вызвала цепную реакцию, в результате которой огромный кусок крыши самолета был полностью оторван. Эта часть длиной 5,5 метров была частью обшивки, покрывавшей самолет от кабины пилотов до носовой части крыла. Пилоты не имели ни малейшего представления о том, что происходит, когда случилась катастрофа. Пилот, который в тот момент управлял самолетом, вдруг почувствовал, что у него откинулась голова, а затем увидел кучу серого изолирующего материала и обломков, летающих по кабине, как будто это был торнадо. Капитан осмотрелся и был потрясен, и он увидит, что двери кабины нигде нет, а вместо потолка первого класса он смотрит прямо в небо. Самолет начал крениться из стороны в сторону, что затрудняло его управление. Экипаж, находившийся в кабине, быстро надел кислородные маски, и капитан взял управление самолетом на себя. Затем он начал экстренное слежение в сторону ближайшего аэропорта на острове Маули. К счастью, все пассажиры были на своих местах, и большинство из них были пристегнуты ремнями безопасности, так как знак «Ремень безопасности» все еще горел. К сожалению, три стюардессы были застегнуты в расход. Одна из них оказалась рядом с отверстием, и ее вытащила из самолета. Две другие упали на пол, причем одна из них сильно ударилась головой и потеряла сознание. Третья стюардесса пыталась помочь пассажирам и успокоить их. В то же время пилоты пытались сообщить диспетчерам о том, что они попали в беду, но из-за громкого шума и того, что они были в кислородных масках, возникли проблемы со связью даже между собой. Чтобы понять друг друга, им пришлось прибегнуть к ручным сигналам. Кроме того, они не были уверены, что их сообщение слышит управление воздушным движением. Органы управления самолетом не реагировали должным образом, что еще больше усложняло задачу капитана по управлению самолетом. Первый помощник делал все возможное, чтобы помочь капитану и связаться с вышкой. Только после того, как самолет снизился до высоты 6000 метров, диспетчер наконец принял сигнал бедствия и немедленно приступил к подготовке к аварийной посадке. Однако диспетчерская вышка не была готова к подобной ситуации. Фактически диспетчеру пришлось звонить в службу спасения, как это сделал бы любой обычный человек в случае чрезвычайной ситуации. Проблема заключалась в том, что диспетчеры не понимали всей серьезности ситуации и не осознавали, что пассажирам и членам экипажа потребуется медицинская помощь. Это произошло потому, что экипаж сообщил только о быстрой декомпрессии и не объяснил подробно всю ситуацию. Самолет был в очень плохом состоянии, но капитан делал все возможное, чтобы благополучно посадить его. При снижении капитан дал команду первому помощнику опустить шасси, но индикатор не загорелся. Кроме того, у самолета возникла проблема с левым двигателем, который отказал при приближении к взлетно-посадочной полосе. Несмотря на эти проблемы, капитан использовал обратную тягу работающего двигателя, чтобы попытаться посадить самолет. Это была сложная и опасная задача, но ее удалось благополучно решить. Пассажиры и члены экипажа были эвакуированы из самолета. Чудом удалось спастись всем, но 65 человек получили ранения. На них упали обломки и куски корпуса самолета, которые разлетались по сторонам. К сожалению, наземный персонал не осознавал серьезности ситуации и не располагал достаточными ресурсами для оказания немедленной медицинской помощи пострадавшим пассажирам. Первая машина скорой помощи прибыла через 7 минут после приземления самолета, что нельзя назвать идеальным сценарием. Кроме того, на всем острове было всего две машины скорой помощи, которые не могли принять всех пострадавших. Поэтому для доставки пассажиров в больницу были использованы туристические микроавтобусы. К счастью, два водителя, бывшие пельдшеры, оказали первую помощь пострадавшим прямо на взлетной полосе. Тем временем механики и офисные сотрудники аэропорта доставили микроавтобусы в больницу, расположенную в 5 километрах. Несмотря на стрессовые обстоятельства, серьезные травмы получили только 8 человек, но все они впоследствии полностью остановились. Самолет был в очень плохом состоянии, и неудивительно, что он не выдержал напряжения, вызванного декомпрессией. Судно было очень старым, пережило множество взлетов и посадок, что и нарушило его целостность. Соленая и влажная среда, в которой он работал, только усугубила ситуацию. Самолеты рассчитаны на определенное количество циклов полетов, и этот самолет значительно превысил всевозможные показатели. Большинство его рейсов были короткими и внутренними, а это значит, что взлетать и садиться ему приходилось гораздо чаще, чем предполагалось. Именно это в конечном итоге и привело к тому, что во время полета у самолета оторвалась крыша. Неудовлетворительное состояние самолета привело к тому, что он не подлежал ремонту и был разобран прямо в аэропорту. Интересно, что в интервью после катастрофы одна из пассажиров вспомнила, что заметила трещину в фюзеляже самолета во время посадки. Она не сказала об этом экипажу, так как не придала этому значения, а экипаж не догадался ее проверить. Важно помнить, что в настоящее время подобные происшествия происходят крайне редко. Крупнейшие авиакомпании и аэропорты принимают многочисленные меры по обеспечению безопасности, и по данным Гарвардского университета, вероятность попасть в авиакатастрофу составляет примерно 1 к миллиону 200 тысячам. Это ничтожный процент, и не знаю как вас, а меня очень успокаивает. И даже если что-то случится, например, оторвется крыша самолета, можно быть уверенным, что пилоты знают, как действовать в чрезвычайных ситуациях и смогут благополучно посадить самолет. Давайте признаем, аэропорты могут быть довольно раздражающими, но, наверное, самое раздражающее в них — это вынимать ноутбук из рюкзака и класть его в отдельную корзину при прохождении службы безопасности. Но, конечно, нас не заставили бы делать эти лишние движения, если бы на то не было веской причины. Ноутбуки плотные и рентгеновские лучи не могут проникнуть через них, поэтому там легко что-нибудь спрятать. Если устройство находится в отдельной корзине, то сканеру проще обнаружить что-то опасное. Большинство самолетов белые. Есть ли польза от выбора именно такого цвета? Нет, белая краска не делает помещение светлее. Она также не экономит деньги на покраске. Вот реальные причины выбора — безопасность, эффективность и комфорт. Первые самолеты были металлического цвета. Но проблема в том, что металл подвержен коррозии, поэтому окраска самолета — отличный способ защитить его. Белый цвет предпочтительнее по нескольким причинам. Во-первых, самолеты летают высоко над облаками и подвергаются воздействию солнечного света. Белый — тот цвет, который поглощает меньше всего тепла, поэтому белые самолеты меньше всего нагреваются. Кроме того, под воздействием солнечного света краска выцветает. На разноцветном самолете краска быстро потускнеет и потребует перекраски. А перекраска — дело дорогостоящее, поэтому покраска самолета в белый цвет — более долговечный выбор. Кроме того, на белой поверхности легче заметить любые повреждения, так что это еще один аргумент в пользу белого цвета. Мы всегда садимся на борт самолета с левой стороны каждый раз без исключения. По какой-то причине правая сторона просто не может быть подходящим вариантом. Да, так задумано. Во-первых, капитан обычно сидит слева, так пилоту легче выровнять самолет относительно трапа. Кроме того, заправка самолета и погрузка багажа происходит с правой стороны, поскольку люди садятся в самолет слева, экипаж может спокойно заниматься своими делами, и пассажиры не подвергаются опасности. Последовательность в выборе стороны помогает сделать все процессы более эффективными. Так как все всегда заходят на посадку слева, трапы спроектированы таким образом, чтобы крепиться к левой стороне самолета. Если бы у каждого самолета была свобода выбора стороны, это создало бы дополнительную путаницу в логистике процесса. Появляются и другие вопросы. Например, что означает этот черный треугольник, нарисованный над одним из окон? Очевидно, он обозначает место, с которого лучше всего видно крыло самолета. Это необходимо для того, чтобы экипаж мог как можно быстрее найти его, если в экстренной ситуации ему понадобится осмотреть двигатели, планки или закрылки. Эта метка экономит массу времени. Далее, ряды сидений не всегда соответствуют окнам. Причина в бизнесе. Изначально все самолеты проектируются так, чтобы ряды и окна располагались идеально. Но когда авиакомпания покупает самолет, она добавляет несколько дополнительных сидений, прижимая их ближе друг к другу. Таким образом, получается больше сидений, что означает больше пассажиров. Поэтому авиакомпании могут продать больше билетов. Но у вас меньше места для ног, и вы можете сидеть не рядом с окном. Также все окна имеют скругленные углы, и это сделано по причинам безопасности. Раньше у самолетов были квадратные окна, но они приводили к авариям, потому что такие окна не выдерживали давление на высоте. На больших высотах внешнее атмосферное давление ниже, чем давление внутри салона. Таким образом, существует большая разница в давлении внутри и снаружи самолета, и это создает напряжение. Без окон это напряжение плавно проходит через материал. Квадратное окно становится препятствием, и поток напряжения должен изменить направление. Давление нарастает в углах, что приводит к появлению трещин. В результате такие окна разбиваются. Овальные окна позволяют нагрузке равномерно распределяться и не деформировать их, предотвращая концентрацию напряжения. Итак, овальные окна безопаснее. В производстве используется вытянутое акриловое стекло, состоящее из трех отдельных стекол. Это сделано в качестве меры безопасности на случай прорыва. Таким образом, хотя бы одно стекло всегда остается целым. Вы когда-нибудь замечали маленькие дырочки в окнах самолета? На самом деле, это крошечное отверстие находится только в стекле посередине. Его задача – регулировать огромную разницу давления внутри и снаружи салона. Так, внешнее стекло выдерживает нагрузку. Если наружное стекло лопнет, среднее, даже несмотря на отверстие, сохранит окно в целости. Кроме того, отверстие предотвращает запотевание окон. Допустим, вы хотите расслабиться и посмотреть фильм. К счастью, у вас есть пара наушников, но они странные с двухконтактными штекерами. Нет, это не какая-то передовая технология. Это остроумный ход, чтобы предотвратить кражу. Если их нельзя использовать нигде, кроме самолета, ни у кого не возникнет желания их украсть. За пределами самолета они, по сути, бесполезны. А потом приносят еду. Есть люди, которые любят еду в самолете, и те, кто ее не очень любит. Но большинство согласится с тем, что в воздухе еда становится вкуснее. Оказывается, это действительно так. Низкое атмосферное давление, отсутствие влажности и фоновый шум, которые мы имеем на большой высоте, меняют работу наших вкусовых рецепторов. Они становятся менее чувствительными к сладкой соленой пище, поэтому авиакомпании вынуждены использовать больше приправ. Вы когда-нибудь задумывались, что произойдет, если кто-то случайно откроет дверь самолета? Ничем хорошим это бы не закончилось. Это было бы, мягко говоря, очень опасно. Вскоре в салоне стало бы не хватать кислорода, но, к счастью, никто не может открыть дверь случайно. Разница давлений внутри и снаружи делает это практически невозможным. Чтобы открыть ее, нужна недюжинная сила. Двери сконструированы таким образом, чтобы открываться самостоятельно в случае чрезвычайной ситуации. Если говорить о безопасности, то во время взлета и посадки экипаж приглушает свет в салоне. Это делается по конкретной логичной причине. Так, в случае чрезвычайной ситуации, вы будете видеть все более четко. Ваши глаза привыкнут к темноте, и вам будет легче эвакуироваться. Теперь о пилотах. Они всегда носят эти крутые солнечные очки. Но цель не в том, чтобы выглядеть круче. Они используются для защиты глаз. На протяжении всей своей карьеры пилоты должны заботиться о своем зрении. Но проблема в том, что это нелегкая задача, когда ты пилот. Вредное солнечное излучение нашего Солнца отфильтровывается земной атмосферой. Поэтому солнечный свет не очень вреден для вас, если вы проводите большую часть времени на Земле. Но в небе все иначе. Там меньше воздуха, и яркость значительно выше. С каждыми тысячью метров выше уровня моря, солнечное излучение становится примерно на 5% сильнее. В среднем самолеты летают на высоте 10 тысяч метров. Это означает, что количество wave-излучения на 175% больше, чем на Земле. Это очень вредно для зрения любого человека. Большое количество времени, которое пилоты проводят в воздухе, делает их уязвимыми для различных заболеваний глаз. А проблемы со зрением могут стоить пилоту карьеры. Так что ношение солнцезащитных очков для них является крайне важным. И эти очки должны быть лучшего качества. Они должны минимизировать воздействие солнечного света и противостоять ультрафиолетовым лучам, обеспечивая 100% защиту глаз. Также они не могут быть поляризованными, так как поляризация может повлиять на восприятие дисплеев в кабине пилота. Они должны обеспечивать максимальную четкость, уменьшить утомляемость глаз и минимизировать искажение цвета, чтобы пилоты могли видеть так же, как и без солнцезащитных очков. Вы когда-нибудь задумывались, почему кошки любят лизать людей? Интересный вопрос. У такого поведения несколько причин. Для начала они собирают биохимическую информацию с вашей кожи. Они также могут пометить вас как свою собственность. Признайте, это очень похоже на кошек. А может быть, они просто дают понять, что доверяют вам. Или, по крайней мере, показывают, что не считают вас серьезной угрозой или конкурентом. Почему бананы становятся слаще по мере созревания? Плоды не разбрасывают свои семена произвольно. Они делают это, когда животные их едят. На определенном этапе в них повышается содержание сахара. Таким образом, они пытаются побудить животных съесть их прямо сейчас, когда семена созрели. Зрелые семена имеют специальную оболочку, которая защищает их при прохождении через пищеварительную систему животных. Стоит добавить деталей или все и так понятно? Почему наша кожа сморщивается от пребывания в воде? После 5-10 минут в ванне вы заметите, что на ваших ногах и руках образовались небольшие морщинки. Ученые считают, что таким образом нашему телу проще взаимодействовать со скользкой поверхностью. Морщинистые пальцы улучшают сцепление с погруженными в воду или мокрыми предметами. Кроме того, они отводят воду, подобно протекторам на автомобильных шинах. Когда вы едите что-то очень кислое, вы чувствуете это не только на языке. Иногда все ваше лицо сжимается, чтобы все вокруг видели, насколько вам противно. Специфический кислый вкус, вызывающий такую реакцию, создают ионы водорода, которые обильно выделяют кислоты при смешивании со слюной. В тот момент, когда ваш род обнаруживает признаки кислоты, он посылает вам сообщение довольно драматическим образом, чтобы вы не могли его проигнорировать. Это эволюционная реакция, которая имела смысл в давние времена. Потому что многие растения, которые наши предки находили в природе и готовились съесть, были ядовитыми. Особенно растения с кислым вкусом. Поэтому и сегодня ваши вкусовые рецепторы бьют тревогу, а лицо искажается, когда вы пробуете что-то подобное. Например, лимон. Светлая краска, которую используют для самолетов, на самом деле тяжелее темной. Требуется более высокое содержание твердого вещества, чтобы белый цвет был насыщенным, чем в случае с черным. А чем выше содержание твердого вещества, тем тяжелее краска. Именно поэтому белая краска одна из самых тяжелых. Но белые самолеты более эффективны, чем черные. Хотя это зависит от того, как вы определяете эффективность. Белая краска отражает больше солнечного света, чем темная. Разные цвета поглощают разные длины волн света. И белые объекты нагреваются медленнее темных. Светлые интерьеры дольше сохраняют прохладу. А белые самолеты меньше перегреваются. Если горячий чай кажется странным на вкус, когда вы пьете его из пластикового стаканчика, не спешите переживать. Вы можете подумать, что чай растворяет что-то в пластике, но дело не в этом. Вкус, который вы воспринимаете, создается не только вкусовыми рецепторами, а всеми органами чувств. Вот почему клубничный мусс кажется более сладким на белой тарелке, чем на черной. А чипсы воспринимаются более хрустящими, если поедая их, вы слышите специфические звуки высокой чистоты. Кроме того, горячий шоколад вкуснее всего, если пить его из оранжевой кружки. Мы привыкли пить горячий чай из керамических чашек, поэтому, видя его в пластиковом стаканчике, мы подсознательно ожидаем, что чай из автомата будет невкусным. Фламинго часто стоят на одной ноге. И одна из теорий гласит, что это помогает им сохранять тепло тела. На это намекает то, что они чаще поджимают одну ногу в воде, чем на суше. Другие считают, что таким образом фламинго сохраняет энергию, а не тепло. Как ни странно, эти птицы более устойчивы на одной ноге, чем на двух. Они могут зафиксировать сухожилия и связки на ногах в определенном положении. А значит, их мышцам не нужно напрягаться, чтобы удерживать позу. А может, это просто дело привычки? Почему повторяющиеся звуки нас раздражают? Все просто. Они постоянно привлекают наше внимание, поэтому мы не можем сосредоточиться на других вещах. Мы быстро перестаем реагировать на некоторые повторяющиеся звуки, такие как тиканье часов. Но другие звуки продолжают нас нервировать. Например, медленно капающий кран. Причина, по которой это так сильно нас беспокоит – отсутствие контроля. Когда вы знаете, что можете прекратить шум в любой момент, он перестает вас раздражать. Почему все планеты вращаются вокруг Солнца в одном и том же направлении? Было бы здорово заглянуть на 4 миллиарда 600 миллионов лет назад. Вы бы смогли увидеть, что космос тогда не был пустым, хотя наша Солнечная система еще не сформировалась. В том месте, где сегодня находятся Солнце и планеты, было облако пыли и газа. Это облако было похоже на Солнечную туманность, и оно сформировало Солнечную систему. Вообще говоря, туманность – это огромное облако газа и пыли, которое занимает пространство между звездами и помогает формироваться новым светилом, а также планетам, вращающимся вокруг них. Когда эта туманность распалась, ее центр стал нашим Солнцем, а стальная материя собралась вместе и образовала известные нам сегодня планеты вместе с их спутниками и прочие каменистые тела, такие как астероиды. Материя быстро вращалась, и этот процесс напоминал превращение теста для пиццы в диск, который становился все больше и больше. Поскольку облако изначально двигалось в определенном направлении, все планеты сохранили ту же орбитальную плоскость. Чтобы изменить орбиту планеты и заставить ее двигаться в противоположном направлении вокруг Солнца, должно произойти нечто масштабное. Почему некоторые люди так хорошо поют? Есть три вещи, которые влияют на общий диапазон звуков, выходящих изо рта. Сила диафрагмы, размер голосовых складок и форма камер в пазухах. Но сделать звук красивым в основном помогает практика. На базовом уровне вы слышите ноту и воспроизводите ее. Но разница между способностью просто попадать в ноты и прекрасным певческим голосом связана с тысячами мелких мышечных сокращений, которые в основном бессознательны. Они регулируют мышечный механизм, с помощью которого вы производите голос, в соответствии с эмоциями, которые вы испытываете во время пения. Как и в случае с длиной пальцев при игре на фортепиано и других музыкальных инструментах, природные данные имеют значение, но гораздо меньше, чем долгая и регулярная практика. Почему собаки слышат более высокие частоты, чем мы? Люди слышат частоты примерно до 20 килогерц, а собаки – до 45 килогерц. Почти все млекопитающие слышат более высокие частоты, чем другие позвоночные. Птицы слышат до 12 килогерц, а рептилии, амфибии и рыбы – до 5. Млекопитающим не нужно слышать высокие частоты, чтобы общаться друг с другом, но так они могут определить, откуда исходит определенный звук. Особый способ слуха, который используют млекопитающие, работает таким образом, что наш мозг сравнивает частотный диапазон звука, когда он попадает в каждое ухо. Голова затеняет одно ухо, поэтому некоторые частоты поглощаются. И наш мозг поглощает более высокие частоты больше, чем низкие. Чем меньше голова, тем меньше ее влияние на звуки низкой частоты. Вот почему животное должно уметь слышать высокие частоты, чтобы воспринимать более широкий спектр звуков. Мышь должна слышать до 90 килогерц, а слону достаточно 10. У собак голова меньше, чем у нас, поэтому они находятся в средней категории. Почему океаны соленые? С химической точки зрения соль – это хлорид натрия. А соль в океане – не только эти два элемента, но и многие другие ионы, такие как кальций и магний. Большинство из них образует основу камней на суше. Ветры и дожди вызывают эрозию каменистых пород, что означает их постепенное разрушение. Поэтому мы можем сказать, что большая часть соли в океане происходит из камней. Минералы из них выщелачиваются в ручьи и реки, а те уносят соль в океан. Около 85% ионов в океане составляют натрий и хлорид, а магний и сульфат – около 10%. Часть соли, которая попадает в океан, там не остается. Ее потребляют животные. Но благодаря постоянному поступлению стоков с суши уровень солености остается практически постоянным. Океан также получает соль из еще одного источника – гидротермальных жидкостей. Магма, поступающая из подземной коры, нагревает глубоководные жерла. Когда они становятся достаточно горячими, в них происходят химические реакции между морской водой и минералами из горных пород вокруг жару. Вот почему весь океан соленый, но уровень солености зависит от того, в какой части света вы находитесь. Вот в чем соль. Самолет находился в воздухе всего 25 секунд, когда пилоты заметили странные шумы и вибрации. Они пробовали несколько способов улучшить ситуацию, но ничего не помогло. Но двигатель продолжал сбоить, и чуть более, чем через минуту полета, когда самолет достиг высоты 900 метров, отказали оба двигателя. Сначала правый, а через 2 секунды – левый. Пилоты решили вернуться в аэропорт, который только что покинули. Они попытались перезапустить двигатель, но ничего не вышло. Летный экипаж принял решение наклонить самолет, а затем выровнять его. Это могло бы помочь набрать нужную для скольжения скорость. Но вскоре пилоты поняли, что не дотянут до аэропорта. Неужели самолет упадет? Тогда и произошло чудо в Готрере. Утро перед полетом началось как обычно. Стандартные предполетные процедуры, хорошая погода. Члены экипажа были опытными пилотами. 44-летний командир из Дании с более чем 8 тысячами летных часов за плечами и 34-летний второй пилот из Швеции с 3 тысячами часов. Что же могло пойти не так? Сам самолет был почти новым. Это был Макдоналд Дуглас, МД-81 по прозвищу Дана Викинг. Он совершил свой первый полет 16 марта 1991 года. К тому роковому дню самолет находился в эксплуатации всего 9 месяцев. На борту находились 122 пассажира и 7 членов экипажа. Рейс 751 скандинавских авиалиний пролегал из Стокгольма в Варшаву. По пути самолет должен был сделать остановку в Копенгагене. Самолет вылетел из столицы Швеции согласно расписанию в 8.47 по местному времени. К этому моменту люди, находившиеся внутри, уже были обречены из-за ужасного стечения обстоятельств, предшествовавших вылету. Все началось накануне вечером. Самолет прилетел в аэропорт Стокгольма из Цюриха в 22.09. Самолет провел ночью Гейта. Было холодно, около 0 градусов. Ситуацию усугубляло то, что почти 3000 тонн охлажденного топлива все еще оставалось в баках, расположенных в крыльях. Топливо было очень холодным, потому что самолет летел на крейсерской высоте, где температура воздуха за пределами салона колебалась от минус 52 до минус 62 градусов Цельсия. Полет из Цюриха длился 1 час 40 минут. Вскоре после полуночи пришел бортовой техник, чтобы проверить самолет. Ему пришлось счистить, слякать с шасси, иначе он не смог бы провести осмотр. Около двух часов ночи, собираясь уходить, техник заметил, что на верхней части крыльев есть немного льда. К утру ситуация стала еще более плачевной. На верхней части крыльев образовался слой прозрачного, почти невидимого льда. Самолет должен был покинуть гейт примерно в полдевятого утра. За час до вылета механик, отвечавший за самолет, заметил, что нижняя часть крыльев покрыта льдом. Он решил убедиться, что на верхней части крыльев льда нет. Он забрался на лестницу и поставил одно колено на крыло. Затем он потянулся вперед, чтобы ощупать переднюю часть крыла. Льда не было, только слякать. Механик решил проверить, все ли в порядке с воздухозаборником одного из двигателей. И не обнаружил ничего аномального. Вскоре после этого персонал использовал более тысячи литров антиобледенительной жидкости, чтобы удалить лед с самолета. Механик посоветовался с командиром рейса и велел персоналу также обработать антиобледенительной жидкостью нижнюю часть крыльев, ведь он видел там лед. Но никто не подумал перепроверить, нет ли прозрачного льда на верхней части крыльев. После завершения процедуры механик доложил командиру, «Мы закончили, очистка от льда завершена. Было много снега и льда, но теперь все чисто». Командир поблагодарил механика и продолжил предполетные процедуры. Самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу. Противообледенительные системы его двигателей были включены и не показывали никаких неисправностей, но несколько пассажиров позже заявили, что видели, как лед сползал с верхней части крыльев во время взлета самолета. И все же самолет оторвался от земли и направился в Стокгольм, как обычно. Вскоре после взлета от самолета откололось несколько кусков нависшего льда. На полной скорости они влетели в двигатели возле хвоста с обеих сторон самолета, повредив лопатки первой ступени компрессора. В этот момент пилот скандинавских авиалиний Пер Холмберг, который находился на борту в качестве пассажира, заметил, что что-то не так. Сначала он сообщил стюардессе, сидевшей в салоне, что правый двигатель работает с перебоями. Она попыталась связаться с экипажем, но безуспешно. Затем пилот прибежал в кабину и спросил, может ли он помочь экипажу. Второй офицер выдал ему аварийный чек-лист, а командир попросил запустить вспомогательную силовую установку, небольшую газовую турбину в хвосте самолета. Советы и помощь Холмберга оказались бесценны. Но было ли их достаточно, чтобы спасти самолеты людей на борту? Когда самолет вышел из облачности на высоте 270 метров, пилоты поняли, что им не хватит времени для возвращения в аэропорт. Предстояла экстренная посадка. Командир отдал приказ членам экипажа, и они начали готовить пассажиров к аварийному приземлению. К северу от самолета находилось большое поле, но командир понял, что долететь до него не получится, поэтому он выбрал гораздо меньшее пространство на опушке леса по направлению полета. Оно находилось недалеко от деревни Гатрера в шведской провинции Уплан, самолет был на высоте всего 420 метров, когда Холмберг помог выпустить закрылки. На высоте 55 метров командир доложил диспетчеру в Стокгольме, «Мы падаем на землю!» Семь секунд спустя самолет врезался в верхушки деревьев и потерял огромный кусок правого крыла. К тому времени шасси уже было выпущено, а скорость снизилась до 193 км в час. Мгновением позже хвост самолета ударился о землю и отломился. Самолет продолжал скользить по полю на высокой скорости. Он преодолел 110 метров, и его основное шасси оставило следы на поле. В какой-то момент самолет потерял основное и носовое шасси. Фюзеляж разломился на три части. Чудесным образом не произошло возгорания. Глядя на фотографии с места крушения, где самолет разорван от части, а его детали разбросаны по полю, трудно поверить, что все 129 человек, находившиеся на борту, выжили. Это кажется чудом. На самом деле это результат быстрой реакции бортпроводников и правильных инструкций, которые они дали пассажирам. Бортпроводники не запаниковали и вовремя подсказали людям принять положение скоба, чтобы избежать гибели. Еще более удивительно, что почти все пассажиры, за исключением четырех человек, самостоятельно выбрались из самолета. Неудивительно, что эту аварию прозвали чудом. Самолету повезло меньше. Почти новый самолет был поврежден настолько сильно, что его сразу же списали. Все высоко оценили действия экипажа. Посадка была невероятно искусной, особенно в такой стремительно развивающейся и опасной ситуации. Командир признался, что мало кому из пилотов приходилось в такой мере применять на практике навыки, полученные во время обучения. Он сказал, что гордится своим экипажем и испытывает облегчение от того, что все остались живы. И он больше не вернулся к коммерческим полетам. Пилоты из одного экипажа не могут есть одинаковую еду. Представьте, что вы совершаете трансокеанский рейс. Самолет летит над Тихим океаном. Стюардессы разносят обеды. Все наслаждаются пастой. Однако соус на вкус немного странный. Хм, возможно, все нормально. В конце концов, это же самолетная еда. Она не может быть похожа на блюда из звездного ресторана. Время идет. О, нет. Вы были правы. С едой действительно что-то не так. Теперь у всех пассажиров проблемы и у пилотов тоже. Чтобы такого не произошло, пилотам настоятельно рекомендуют не есть одну и ту же еду в одно и то же время. При таком сценарии, если один пилот почувствует себя плохо, другой сможет его подменить. Это не строгое правило, установленное Федеральным управлением гражданской авиации, а внутреннее ограничение в большинстве авиакомпаний. Бортпроводники имеют доступ к скрытому оборудованию, такому как дефибриллятор, кислородный аппарат, огнетушитель и клейкая лента. Но, вероятно, самое интересное снаряжение, которое у них есть, это наручники. Они служат для защиты пассажиров от других, а иногда и от самих себя. Оказывается, у бортпроводников есть все необходимое, чтобы обезвредить нарушителя спокойствия. Солнцезащитные очки-авиаторы круто смотрятся на летчиках в кино, но в реальной жизни пилоты не носят поляризованные очки. Стекла, которые призваны уменьшать блики, могут вызвать некоторые проблемы в кабине пилота. Пилот должен читать показания приборов, но приборы в кабине, такие как ЖК-дисплеи, излучают поляризованный свет. Поэтому пилот в крутых поляризованных очках не сможет читать показания дисплеев со стопроцентной эффективностью. Пилоты не должны носить такие очки из соображения безопасности. Представьте, что летчик пропустит такой тревожный сигнал, как блик от лобового стекла другого самолета из-за поляризованных солнцезащитных очков. Вы когда-нибудь замечали отверстие в хвосте самолета? Так вот, у большинства коммерческих самолетов оно есть. В следующий раз, когда будете садиться в самолет, присмотритесь повнимательнее. У этого отверстия есть название – вспомогательная силовая установка. Снаружи это просто дыра, но на самом деле это скрытый турбинный двигатель. Чаще всего вспомогательная силовая установка остается выключенной в течение полета. Она запустится, когда самолет приземлится, чтобы поддерживать работу освещения в салоне, кондиционера и электроники в кабине пилота. Однако не стоит недооценивать мощность установки. Она также может обеспечить питание, необходимое для запуска основных двигателей. Вы посмотрели видеоролик Эдми и узнали, что такое вспомогательная силовая установка. Впору поделиться знаниями с другими пассажирами. Но, к сожалению, вы не в настроении болтать. Вы просто хотите сесть в самолет, приземлиться и начать свой отпуск. Но посадка ведется только через одну дверь. Вы находитесь в конце очереди. Почему в самолетах не делают несколько дверей? По мнению экспертов, самая большая проблема заключается в том, что телетрап занимает много места. Когда в самолет запускают людей спереди и сзади, он занимает два слота. Впрочем, недавно реконструированные или построенные терминалы, как правило, позволяют двойную посадку, в отличие от старых терминалов. Сменим обстановку. Давайте перенесемся на круизный лайнер. В кораблях есть скрытые проходы и потайные двери, о которых знают только инсайдеры. Персонал на корабле в основном работает в специально отведенной для него зоне. Как работнику попасть из одного места в другое, не используя лестницы и двери, которыми пользуются пассажиры? По всему кораблю существует сеть коридоров и лестниц, которыми пользуется только экипаж. И двери действительно потайные. Они сливаются со стенами. Их не замечают те, кто не знает, где искать. Но вы можете наткнуться на них случайно. Вот вам подсказка. Обратите внимание на стены возле лестницы для гостей. Попробуйте представить себе круизные суда, как гигантские плавучие куски металла. Кстати, это повод поделиться любопытным фактом о каютах. Их стены отлично держат магниты. Представьте, что вы путешествуете по нескольким странам на борту круизного лайнера. Путешествие длится месяц. Вы покупаете магниты на каждой остановке и украшаете ими свою каюту. Настоящие фанаты круизов знают об этой особенности, поэтому они кладут пару магнитных крючков в свой багаж. Вы тоже можете использовать магнитные крючки, чтобы организовать пространство в каюте. Повесьте на них одежду и аксессуары, например, шляпы. А вы задумывались, почему некоторые корабли и лодки имеют небольшие отверстия, постоянно выпускающие воду? Чтобы в трюме было сухо. Со временем вода скапливается в трюме, и трюмный насос автоматически откачивает ее обратно. У кораблей нет фар. Использование фар может предотвратить несчастные случаи. Это справедливо для автомобилей, но не для кораблей. Фары — это источник света, но свет, который исходит от них, в какой-то момент возвращается к источнику. Для автомобилей фары работают, потому что освещаемая область узкая, и вы можете легко принять меры, если увидите препятствия на дороге. С кораблями все сложнее. Источник света должен быть достаточно мощным, чтобы освещать область, которую капитан хочет видеть. Большим грузовым судам, например, требуется около двух километров, чтобы остановиться или принять меры. Кроме того, представьте, насколько ярче должен быть свет корабля, чтобы освещать все пространство перед ним. Корабли видят друг друга с помощью различных видов огней, называемых навигационными. Они небольшие, но практичные. Они расположены стандартным образом, чтобы корабли могли ориентироваться. Самое интересное, что они не просто замечают друг друга в темноте, они также понимают движение и направление друг друга. Вот пример. Представьте себе корабль с двумя навигационными огнями. Тот, что спереди, находится ниже, другой, сзади, находится высоко. Это означает, что судно идет вправо. Оно может безопасно пройти мимо других судов, не задев их. В поездах нет ремней безопасности, что немного странно. Каждый раз, когда происходит железнодорожная авария, поднимается этот вопрос. Практически нигде в мире в поездах не используют ремни безопасности. На эту тему проводились следования, создавая симуляции аварий, и результаты оказались удивительными. Использование ремней безопасности в поезде может увеличить количество травм. В автомобилях ремни безопасности эффективно защищают пассажиров и используются постоянно. Логика ремня безопасности заключается в том, чтобы защитить человека, когда столкновение вызывает резкое замедление. Но поезда несут такой большой импульс, что они не останавливаются быстро. В самолете пассажиры используют ремень при взлете, во время посадки и при возникновении турбулентности. В поездах такого нет. Въезд на станции и выезд с них не представляют большого риска. Эксперты считают, что повысить безопасность на железной дороге могут прежде всего концентрация внимания и инвестиции. Вы едете в поезде и смотрите в окно. Вдоль железнодорожных путей лежат небольшие камни, которые сопровождают вас всю дорогу. Эти камни официально называются путевой балласт. Они выполняют очень важную работу. Они служат опорой и поддерживают рейсы. И у них есть свой секрет. Посмотрите на них поближе. Вы можете заметить, что на путях нет ни одного гладко обтесанного камня, потому что это необычные камни, случайно насыпанные на рельсы. Каждый камень имеет острые и обрывистые края. Острые края цепляются друг за друга, и в итоге камни защищают железную дорогу от сильных сотрясений. Они облегчают сток воды во время сильного дождя и сдерживают траву и другие сорняки. А теперь представьте, что их заменили круглыми камешками. Они будут скользить. В конце концов, балласт расползется, и рельсы разрушатся. Это последнее, чего бы вам хотелось как пассажиру поезда. Садясь в самолет, вы можете заметить, что в кабине капитан всегда сидит на левом сиденье, а второй пилот на правом. И это не случайно. Причины могут быть историческими. Одна из теорий гласит, что первые военно-воздушные силы набирались из офицеров кавалерии. Раньше они носили сабли на левом боку, поэтому им было удобнее садиться на лошадей слева от животного. Таким образом, при переходе от лошадей к металлическим птицам традиция сохранилась. Другая теория связана с поездами. Первый международный воздушный маршрут соединил Лондон и Париж. Во время этого полета пилоты ориентировались по железной дороге. История гласит, что однажды, когда погода была очень плохой, два самолета столкнулись только потому, что оба летели над рельсами. После этого было решено, что самолеты будут летать по правой стороне железной дороги. Пилоты должны были садиться с левой стороны самолета, чтобы отчетливо видеть зазор со встречным самолетом слева от них. Что же касается пилотов-вертолетов, то они обычно, но не всегда, сидят справа. Вертолеты более нестабильны, чем самолеты. Вот почему пилоты предпочитают не отпускать циклическую ручку. Эта ручка управляет направлением и высотой вертолета и находится между коленями пилота, так что он использует правую руку, чтобы держаться за нее. Левая рука пилота перемещает рычаг, изменяющий шаг лопастей, и нажимает другие кнопки на центральной консоли. На самом деле оба кресла имеют полный контроль над самолетом. Нет никаких правил, определяющих, какое место должны занимать капитан и второй пилот. Второй пилот также опытен и способен управлять самолетом, как и капитан. Капитан часто ведет самолет к месту назначения, а второй пилот управляет им на обратном пути. Каждые 6-8 месяцев пилоты проходят тестирование. Они отрабатывают все виды чрезвычайных ситуаций на летных тренажерах, а после этого экзаменаторы их оценивают. А еще регулярно проводятся испытания на безопасность, технические испытания, а также медицинское освидетельствование. Дополнительное место в кабине позади пилотов предназначено для инспекторов, которые следят за полетом. Это сидение также называется откидным сидением, потому что при вставании оно сразу же складывается. Да, очень похоже на кресло в кинотеатре. Если боитесь летать, выбирайте места в середине салона. Обычно турбулентность больше ощущается в передней и задней частях салона. А среднюю секцию над крыльями трясет не так сильно. Представьте себе самолет, похожий на большую качалку. Когда дело доходит до турбулентности, в салоне действует тот же принцип. Выбрав место у окна, вы получаете возможность увидеть, как изгибаются и хлопают крылья самолета. Если бы крылья были жесткими, они отрывались бы, как только турбулентность ударила по самолету. Да, это утешает. В большинстве случаев при турбулентности самолет опускается вниз всего на несколько метров, даже если вам кажется, что вы падаете с вершины небоскреба. Если турбулентность достаточно сильная и пилоты просят бортпроводников занять свои места, то самолет может опуститься вниз на 3-6 метров. Экстремальная турбулентность с побелевшими костяшками пальцев встречается крайне редко, но это может заставить самолет снизиться на 30 метров. Население штата Аляска составляет 730 тысяч человек. Из них почти 8 тысяч – пилоты. Это более 1% всех жителей штата. Здесь в 6 раз больше пилотов и в 16 раз больше самолетов на человека, чем в остальной части страны. Многим это может показаться странным, но полеты на самолетах – неотъемлемая составляющая жизни на Аляске. Несмотря на то, что это самый большой штат в Америке, больше, чем 3 других крупнейших штата вместе взятых, здесь пролегает одна из самых маленьких сетей автомобильных дорог в стране. По земле можно проехать лишь 20% территории, поэтому наличие лодки или самолета значительно облегчает путешествие из пункта А в пункт Б. Однако в этом есть и свои плюсы. На Аляске расположено 16 национальных парков, пролегает более 12 тысяч рек и находится около 100 тысяч ледников. Если хотите почувствовать единение с природой, Аляска – это то, что вам нужно. Там даже можно увидеть северное сияние. Когда мы говорим о побережье, то, как правило, представляем золотые пляжи и пальмы. Но самой протяженной береговой линией в Америке обладает именно Аляска. Ни один другой штат не может с ней сравниться, ведь береговая линия Аляски в пять раз больше, чем во Флориде, которая занимает второе место. По сравнению с ее размерами, на Аляске настолько низкая плотность населения, что если бы на Манхэттане была такая же плотность, там жили бы всего 16 человек. По размерам Нью-Йорк намного меньше Аляски, но там живет больше людей, чем почти в 40 других штатах. Чуть более, чем на одном квадратном километре города проживает более 27 тысяч человек. Кстати, только одна буква английского алфавита не появляется ни в одном названии штата. Буква Q. Каждый год Аризона производит так много хлопка, что каждому американцу можно было бы сделать по две футболки. Empire State Building. Настолько большой, что у него даже есть свой почтовый индекс. Если вы идете по улице и кто-то роняет монетку с крыши небоскреба, можете не переживать за свою голову. Чем быстрее она падает, тем больше увеличивается сопротивление воздуха. А значит, монетка не достигнет скорости, при которой можно нанести серьезную травму. Хотя удар все же будет ощутимым. Первый в истории США коммерческий пассажирский рейс состоялся в 1914 году. Полет длился всего 23 минуты. За это время самолет преодолел небольшое расстояние от Сент-Питерсберга до Тампы. Тем не менее, люди заплатили за перелет 400 долларов, что на сегодняшний день составило бы 8500 долларов. Самый старый город в США, население которого постоянно растет – Сент-Огостин, штат Флорида. Он был основан в 1565 году. Эверест знаменит тем, что является самой высокой горой в мире, но только среди гор, которые находятся выше уровня моря. На Гавайях есть вулкан Мауна-Кеа, который будет выше, если измерять его высоту с морского дна. Его высота от основания до вершины составляет примерно 10200 метров, в то время как высота Эвереста чуть больше 8800 метров. Если будете на Гавайях, старайтесь не приближаться к Килауэа. Это один из самых активных вулканов на нашей планете. Он регулярно извергается, вот уже более 35 лет. Дольше всего вулкан бездействовал в середине 20 века, около 18 лет подряд. Большинство окаменелости динозавров сосредоточено на территории современных США, Китая и Аргентины. Именно эти регионы славятся разнообразием останков всевозможных видов. Кстати, о древности. Голливуд существует уже более сотни лет. С 1910 года, если точнее. Дикий мустанг – символическое животное и, вероятно, первое, что приходит на ум, когда представляешь старый американский запад. Но США не является родиной диких лошадей. Их завезли туда в 16 веке. В 2019 году американские фермеры произвели более 13,5 миллиардов бушлей кукурузы. Таким количеством можно было бы заполнить почти 70 миллионов футбольных полей. Эй, а что если собрать всю эту кукурузу? Статую Свободы Соединенным Штатам подарила Франция. Первоначально она должна была быть маяком. В течение 16 лет скульптура указывала кораблям путь с помощью факела, который был виден с расстояния 39 километров. Три года спустя США в ответ подарили Парижу миниатюрную Статую Свободы. Кстати, она стоит там до сих пор. На территории Соединенных Штатов расположено более 14 тысяч ресторанов Макдональдс. Но Монтпиллер, город в штате Вермонт, единственная столица, в которой до сих пор их нет. Однажды Макдональдс выпустил брокколи со вкусом жевательной резинки, чтобы сделать продукт вкуснее. Идея провалилась. Микроволновую печь изобрел человек по имени Перси Спенсер. За это он получил 2 доллара. В пересчете на современные деньги 29 долларов. США печатают 26 миллионов банкнот в день. Производство каждой купюры стоит до 11 центов. Ежедневно на печать тратится 9 тонн чернил. Бумажные деньги в США на самом деле делают не из бумаги. Они на 75% состоят из хлопка и на 25% из льна. В штате Монтана коров почти в три раза больше, чем людей. В среднем американец проводит на одной работе 4 года и 4 месяца. Если подняться на лифте на вершину Чикагской Уиллис-Тауэр в ясный день, можно увидеть территорию, простирающуюся на 64, а то и 81 километр. Так можно разглядеть сразу 4 штата. Мичиган, Висконсин, Индиано и Ильнойс. В Арканзасе запрещено сигналить, находясь рядом с магазином сэндвичей. Пожалуй, это самый странный закон из всех. В Джорджии курицам запрещено переходить дорогу. Между тем в Коннектикуте нельзя переходить улицу. На руках. Если будете в Балтиморе, штат Мэриленд, знайте, что брать с собой в кино льва строжайше запрещено. А если вы устали от огромных рекламных счетов, на обочине дороги, отправляетесь на Гавайи. Там их запретили еще в 1920 году. США входит в десятку стран по биологическому разнообразию. Три четверти торнадо во всем мире происходит в США. Повезло, правда? Национальный парк Эверглейдс – единственное место на планете, где обитают одновременно и крокодилы, и аллигаторы. У аллигаторов более короткие и округлые морды, а у крокодилов длинные и заостренные. Когда аллигатор закрывает рот, у него не видно зубов, а когда так делает крокодил, его зубы торчат над верхней губой. Честно говоря, не хочу приближаться и проверять. Озеро Верхнее – самое большое пресноводное озеро в мире. Оно настолько крупное, что если его осушить, можно залить тремя метрами воды всю сушу Северной и Южной Америки. Американцы построили плотину Гувера для сдерживания наводнений, производства гидроэлектроэнергии и орошения. При ее строительстве использовалось столько бетона, что его можно было бы использовать для строительства двухполосного шоссе от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Американцы так любят пиццу, что каждый день съедают объем, равный 40 гектарам. Если взять воду из всех рек на Земле и вылить ее в большой каньон, он заполнится только наполовину. Вся площадь каньона может вместить 7,5 квадриллионов литров воды. Титул самого быстроговорящего штата достается Орегону. Ученые изучили более 4 миллионов телефонных звонков и пришли к выводу, что жители Орегона, Массачусетса и Верхнего Среднего Запада разговаривают быстрее, чем жители других штатов. В Атланте, штат Джорджия, слово Pitch Tree встречается в названиях улиц более 70 раз. Pitch Tree Circle, Pitch Tree Street, Pitch Tree Avenue и так далее. Озеро Крейтор в Орегоне является самым глубоким озером в США. Его глубина достигает 610 метров. Технически озеро также является действующим вулканом, но в последнее время он не извергался, поэтому время от времени в нем даже можно купаться. Но как же тут холодно! О, и снова отключилось электричество! В США это часто связано с животными. Более тысячи случаев отключения электричества в год происходит из-за животных, и 10% из них – из-за белок. Йеллоустонскому национальному парку более 11 тысяч лет, и он больше, чем штаты Делавер и Род-Айленд вместе взятые. Здесь расположено более 10 тысяч гейзеров, горячих источников и грязевых котлов, что составляет половину от общего числа всех гидротермальных объектов мира. Только не купайтесь в них, а то еще сваритесь! Вы слышите рок от двигателей, и вскоре самолет уже мчится по звлет на посадочной полосе. Вы смотрите в окно, и ваше сердце бешено колотится. Наконец-то отпуск! Оказавшись над облаками на высоте 10700 метров, вы встаете, чтобы размяться. Вдруг в проходе вы замечаете, что дверь кабина открыта, и внутри пусто. Пилот либо где-то спит, либо куда-то вышел, и этой штукой никто не управляет. Вы спрашиваете стюардессу, и она говорит вам, что самолет полностью автоматический, и с этим ничего не поделать. Беспилотные самолеты уже не научная фантастика. Многие компании говорят, что беспилотные пассажирские рейсы — это вопрос времени. Нужно лишь убедить общественность в том, что это безопасно. Некоторые не понимают, что как только знак «ремень безопасности» отключается, самолет, скорее всего, уже летит сам по себе. Автопилот может взлетать, поворачивать и садиться в соответствии с инструкциями. Мы уже вовсю летаем на автоматике, просто не понимаем до какой степени. Самолет может сесть сам, хотя настройки довольно сложные. Сегодня в кабине по-прежнему должны находиться два опытных пилота. Но это пока. Многие компании, такие как Merlin Airways, тестируют небольшие двухмоторные самолеты для автоматического полета в пустыне Мохаве. Airbus совершил первый полностью автоматизированный взлет в декабре 2019-го, хотя в кабине было два пилота. На всякий случай. Компании разрабатывают аппаратное и программное обеспечение для модернизации старых самолетов. Смысл в том, чтобы воспроизвести все, что может сделать пилот. Барьер здесь скорее человеческий, чем технический. Обычное недоверие. Боязнь полетов называется аэрофобия. Ей страдает до 40% всех летающих. Они продолжают летать, но им это не нравится. От 2,5% до 5% населения так боятся, что не летают. По статистике авиаперелеты самый безопасный способ передвижения. Почти 95% аварий со смертельным исходом происходит на дорогах. Если каждый день в течение года летать по 800 километров, риск летального исхода составит всего 1 к 85 тысячам. Для обычного человека риск несчастного случая составляет 1 к 11 миллионам. Вероятность быть пораженным молнией гораздо выше. Компании могут предлагать пассажирам дыхательные упражнения и другие стратегии, чтобы те чувствовали себя более комфортно. Удивительно, что они еще не внедрили программы для расслабления. Многие из произошедших авиакатастроф вызваны человеческой ошибкой. Автоматизация может быть более безопасным вариантом. Тогда есть еще один аргумент к тому факту, что для создания автоматизированных систем нужны люди. В том, что автономные самолеты скоро появятся, нет никаких сомнений. По мере роста городов увеличивается и потребность в более быстрых и эффективных поездках. Многие будут использовать летающие такси, которые уже существуют. Они могут преодолевать не только короткие расстояния, но и длинные. Это как автомобиль, но только намного быстрее. Им требуется всего 1 четвертая времени. Они похожи на вертолеты. Могут вертикально взлетать и садиться, что позволяет им приземляться и взлетать практически из любого места. Их можно делать из более тихих механизмов для снижения шумового загрязнения. Куда лучше поезда, грохочущего под окнами дома. А еще инженеры используют электрические двигательные установки, снижающие выбросы вредных веществ. Никаких пробок и едкого дыма. Разница с воздушными такси заключается в том, что там нет пилота, а пункт назначения известен с самого начала. Проектировщики должны решить, как это будет работать в среде с многочисленными сооружениями, зданиями и мостами. И как быть с движущимися препятствиями, такими как самолеты и даже стаи птиц. Разные погодные условия тоже могут вызвать серьезные сложности. Сильные штормы, пыльные бури, снег, порывы ветра и торнадо могут создать серьезные проблемы. Здесь ведь не попросишь таксиста ехать другим маршрутом. Или можно сделать именно это? Нужно иметь опцию устно указывать системе отклоняться от намеченного пути. То же касается и самолетов, особенно с точки зрения погодных условий и турбулентности. Нужно еще многое сделать. Воздушное такси вмещает ограниченное количество людей, хотя, по прогнозам, на рейсах малой дальности будут перевозиться до 14 человек. На эти транспортные средства возлагают такие надежды, что начинающая компания Skyport в Мельбурне, Австралия, начинает эксплуатацию общенациональной базы воздушного такси уже в 2025 году. В гонке воздушных такси участвуют и другие крупные корпорации, например Boeing, Airbus и Toyota. Что ж, если крупные самолеты уже могут летать без пилота, почему этого еще не происходит? К этому наверняка все привыкнут. Есть несколько препятствий. Нужно разработать правила. Бизнесмены считают, что регулирующие органы отстают и что воздушное такси может стать отраслью стоимостью в триллионы долларов за два десятилетия. Но не все эксперты согласны с тем, что технология надежна. Некоторые пилоты также заявили, что автоматика может выйти из строя и что кто-то должен быть на борту, чтобы взять на себя управление. Погодные явления невозможно предсказать, и они тоже требуют быстрого вмешательства человека. Но можно возразить, что пилоты просто не хотят терять работу и кто может их винить? Однако не все так просто. Например, Boeing 747 Max перестали эксплуатировать в 2019 году после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Причина заключалась в ошибках программы стабилизации полета. Подобные инциденты только усиливают общественный страх. Хотя пилоты утверждали, что им приходилось вмешиваться, когда компьютерные системы функционировали неверно. Были зарегистрированы сбои из-за того, что пилоты не доверяли системам и игнорировали предупреждения. Также нужно помнить, что без пилотов авиакомпании экономили бы по 35 миллиардов долларов в год. Огромные деньги. Как бы там ни было, отрасль развивается. Датчики становятся сложнее, камеры лучше, появляются системы самооценки. Но, несмотря на это, на основные вопросы еще только предстоит получить ответы. Что бы сделал автопилот в чрезвычайной ситуации? Сможет ли он автоматически определить место для безопасной посадки? Сможет ли он подать сигнал бедствия? Каким будет его взаимодействие с управлением воздушным движением? Неопределенность вызывает у людей страх. Нужно взглянуть на беспилотные летательные аппараты, чтобы увидеть, что уже возможно. Неважно, управляются ли дроны со смартфона или с борта корабля, они становятся все более незаменимыми и выполняют разные задачи. От съемки китов до доставки посылок и сбора разведанных. Они работают в труднодоступной местности и используют тепловые датчики для поисково-спасательных операций. Они могут доставлять снабжение в чрезвычайных ситуациях и буквально спасать жизни. С 2019 по 2021 год их стали использовать в три раза чаще, и ожидается, что к концу 2022 года эта цифра увеличится. Это мегатренд. Если бы они были людьми, то стали бы суперзвездами. И, к слову, не такая уж эта и новинка. Более века назад британцы разработали беспилотные летательные аппараты, или BPLA. Им удалось полетать на радиоуправляемом моноплане 21 марта 1917 года. За десятилетия было разработано еще больше прототипов, и в 40-х годах были построены тысячи таких аппаратов, или беспилотников OQ-2. Любители десятилетиями используют радиоуправляемые игрушечные самолеты. Популярность дронов продолжает расти благодаря их эффективности. По этим и многим другим причинам развитие технологических достижений продолжается с головокружительной скоростью. Их потенциал еще в полной мере не раскрыт. Если дронов можно использовать для таких необычных целей, представьте, что могли бы делать беспилотные самолеты. И хотя многие боятся подниматься на борт, люди летают уже более ста лет. Технология есть! Важно понять, готова ли общественность к новому витку в развитии авиаперевозок. Аэропорты – одно из самых посещаемых и в то же время загадочных мест. Итак, давайте посмотрим, какие тайны они скрывают. В некоторых аэропортах работают профайлеры. Они проводят досмотр пассажиров по методу наблюдения, анализируют мимику, жесты и поведение, чтобы выявить подозрительных людей. Их задача – замечать невербальные признаки беспокойства. Люди облизывают губы, чешутся или много смотрят по сторонам. Если профайлер замечает, что человек ведет себя необычным образом, он может пригласить его на проверку. Затем он беседует с человеком, пытаясь узнать о нем больше и подтвердить или не подтвердить свои подозрения. Сотрудники аэропорта также могут следить за вами на всем пути, от контроля безопасности до выхода на посадку. Например, в некоторых аэропортах установлены сканеры распознавания лиц. Они оснащены специальным программным обеспечением, которое сравнивает лица пассажиров с их паспортом. Помните, что если вы не зарядите свой ноутбук перед полетом, его могут конфисковать. Нередко сотрудник службы безопасности аэропорта попросит вас включить устройство. Если вы этого не сделаете, ваш гаджет может быть изъят для дополнительной проверки. В целях безопасности очень важно убедиться, что устройство не причинит никому вред во время полета. Электрическая щетка в сдаваемом багаже может привести к неприятностям, если внутри нее установлена литиевая батарея. Поэтому оставлять электрощетку в чемодане, который вы сдадите в багаж, нежелательно. Лучше возьмите ее в ручную кладь. Но если устройство работает на батарейках типа АА, вы можете положить его куда угодно. Каждый, кто когда-либо путешествовал на самолете, знает о запрете на провоз жидкостей. Но не все знают, что это правило распространяется также на арахисовое масло, зубную пасту, кремы, лосьоны, лавовые лампы, снежные шары, некоторые виды лекарств, дезодорант и даже гелевые вставки для обуви. А теперь давайте выйдем на улицу и посмотрим на полосу посадки. Аэропорты берут с авиакомпаний огромную плату за использование взлетно-посадочных полос. Но самое интересное, что посадочные места можно покупать и продавать. Например, в 2016 году авиакомпания Amman Air заплатила Air France около 75 миллионов долларов за одно раннее утреннее посадочное место в лондонском аэропорту Heathrow. Вы, наверное, заметили, что за последние десятилетия цены на авиабилеты выросли. Все из-за чрезвычайно высоких цен на посадочные места. Диспетчеры не только управляют самолетами в небе, как это часто можно увидеть в кино, но и следят за их движением на земле. Они также контролируют освещение взлетно-посадочных полос. Существуют три типа авиадиспетчеров – маршрутные, терминальные и башенные. У каждого из этих диспетчеров своя зона ответственности. У одного диспетчера около пяти мониторов, и информация на них постоянно меняется, поскольку на мониторах отображаются погодные условия и информация о других самолетах. Вы знаете, как это иногда бывает. Вы подходите к пункту контроля безопасности, и вдруг выясняется, что у вас в ручной кладе есть что-то запрещенное. Но не волнуйтесь, у вас еще есть шанс спасти свой любимый перочинный нож. В некоторых аэропортах есть почтовые службы, и у вас может быть возможность отправить свои вещи по почте на любой указанный вами адрес. Но почтовые сборы довольно высокие. Кроме того, некоторые предметы запрещены к перевозке, и почтовая служба их не доставит. Кстати, аэропорты могут продавать ваш потерянный багаж. Конечно, я не утверждаю, что у вас нет шансов вернуть свой чемодан, который отправился в другой пункт назначения. Но вы можете его больше не увидеть. Аэропорт имеет право продать ваши потерянные вещи на аукционе. В большинстве аэропортов ежегодно проводится распродажа потерянного багажа. Заплатив вступительный взнос, вы можете выставить на торги электронику, одежду, сумки и другие вещи. Во время полета у вас на борту может оказаться знаменитость, но вы об этом не узнаете. В крупных аэропортах для звезд предусмотрены отдельные стойки регистрации. Часто они садятся в самолет через потайную дверь. Некоторые авиакомпании также используют специальные автомобили для доставки вип-пассажиров из здания терминала к самолету. Большинство людей приезжают в аэропорт заранее, и самым популярным занятием в ожидании рейса является посещение дьюти-фри. И хотя люди редко планируют покупать там что-либо, в их корзинах оказываются самые разные товары. Это происходит потому, что многие аэропорты спроектированы так, чтобы люди чувствовали себя расслабленно и непринужденно. Я говорю об огромных окнах, большом количестве света, массажных креслах и удобных зонах отдыха. По статистике, спокойные пассажиры на 10% чаще тратят деньги на покупки и еду. Дизайнеры много думают о планировке аэропортов. Это помогает обеспечить беспрепятственный поток путешественников, и главное здесь удобная навигация, которая не позволит людям заблудиться. Это достигается с помощью эффективных, но не навязчивых дизайнерских подсказок. И размещение зон беспошлиной торговли между пунктами досмотра и выходами на посадку – один из них. Якобы они помогут вам расслабиться после прохождения контроля безопасности и приведут вас туда, куда вам нужно. Но если говорить о еде, то ресторан знаменитого шеф-повара в аэропорту может оказаться не таким хорошим, как если бы вы посетили настоящий. Все потому, что за работу ресторанов в аэропортах отвечают не сами шеф-повара, а специальные ресторанные компании. Одна из причин – чрезвычайно высокий уровень безопасности поставок в аэропорт, в том числе и еды. Вы все равно сможете вкусно поесть, но это будет другое. А вот еще один способ, с помощью которого аэропорты манипулируют вами, заставляя тратить деньги. Они заставляют вас пройти через блестящие магазины беспошлиной торговли сразу после проверки безопасности. И проход через такие магазины обычно отклоняется влево, потому что большинство людей правшие. Они используют правую руку, чтобы нести багаж, и чаще смотрят направо, проходя через магазины. И зона беспошлиной торговли, отклоняющаяся влево, оставляет больше места справа – там, куда пассажиры чаще всего смотрят. А вы когда-нибудь замечали, как много зеркал в аэропортах? Они традиционно создают иллюзию простора. Это, в свою очередь, помогает уменьшить ощущение закрытого пространства и делает пребывание в аэропорту более комфортным для путешественников. Если у вас есть возможность, не обменивайте наличные в аэропорту. Там никогда не будет хорошего курса. Те, кто не купил местную валюту заранее, могут заказать ее через интернет и получить в аэропорту. Некоторые службы достаточно предупредить за несколько часов. А еще лучше воспользоваться банкоматом, чтобы снять немного наличных в конечном пункте назначения. Обращали вы когда-нибудь внимание на коды аэропортов? Чаще всего используются трехбуквенные коды. Почему именно такое количество? Еще в 30-х годах прошлого века в США пилоты использовали для обозначения аэропортов двухбуквенные коды городов, принятые национальной метеорологической службой. Но вскоре количество аэропортов в стране сильно выросло, поэтому авиакомпании расширили эту систему, добавив третью букву. Обычно X. Обычно LA, Лос-Анджелес, превратился в LAX. Но несмотря на то, что не должно быть двух аэропортов с одинаковым кодом, некоторые из кодов звучат настолько похоже, что вы легко можете перепутать один с другим. Например, посмотрите на этот аэропорт с кодом CGP в Бангладеш. А здесь у нас CPG – это код аэропорта в Аргентине. Если не хотите улететь не туда, будьте внимательны.